С 8 утра 1 апреля силами МВД, Минобороны и Минздрава на постах ГАИ Мачара и Холодная речка созданы блокпосты. Останавливают все машины без исключения и проверяют температуру пассажиров с помощью дистанционного градусника. В 11 утра на посту Мачара очередь в сторону Ачамчиры приблизительно 15 машин. Приходится ждать, но в основном граждане относятся к происходящему с пониманием. Проверят хорошо всегда. Правильно вы сделаете. У вас проверили, нет температуры? Нет. А почему без маски? Маска есть, но где-то там положилась сейчас. Очень рады, все правильно делайте. Не тяжело в очереди немножко постоянно? Нет, ничего страшного. Не накладывайте. Вы себя как чувствуете? Маски все имеете? Почему не одеваете? Берем еще. Скажите, как вам такое усиление мер? Нормально. Так надо, значит надо. Вы товар везете? Да, конечно. Вот перчатки, маски, все как положено. Спасибо. К сожалению, в первый же день работы сотрудники столкнулись и с негативной реакцией на такое усиление мер. Несколько пассажиров возмущались, что у них уже проверили температуру по пути туда, а теперь они возвращаются и нет смысла изнырять снова. Но учет проверенных не ведется. Запомнить, кого останавливали, а кого нет, невозможно. Поэтому проверяют пока всех подряд. Некоторые, правда, пытаются оказывать сопротивление. В случае, если медработники зафиксируют температуру от 39 и выше, специальная бригада скорой помощи доставит такого пациента в инфекционную больницу. За первые четыре часа работы таких граждан выявлено не было. Нет, критически такой температуры нет. Незначительные. Цифры 37, 37,2. Они будут дома наблюдаться. Если что, свяжется. Проинспектировать работу блокпостов приехали министр внутренних дел Рауль Смыр и член координационного совета по защите населения от коронавируса Рауль Лолуо. Скорее всего, будет еще дополнительно выставлен пост. Может быть, это завтра в районе Универсама. Мало того, сейчас рассматривается вопрос обведения с 10 часов вечера до 8 часов утра комендантского часа в городе Сухум. То есть этот вопрос, я думаю, сейчас обсуждается очень серьезно на совещании в исполняющей обязанности президента. И может быть, если мы успеем, сегодня ночью тоже мы введем. После того, как в Абхазии был зафиксирован первый зараженный, сообщение с городом Гал перекрыли полностью. В районе действует комендантский час. Глядя на интенсивность движения транспорта на посту Мачара, силовики между собой обсуждают необходимость ужесточения мер. Сообщения с Галом у нас пока нет прямого, только по специальным пропускам. Скорее всего, такие же меры мы можем уже проводить, начать и по всей протяженности нашей республиканской трассы. Потому что необходимо, еще раз повторяю, для того, чтобы эффективно бороться, эффективно предпринимать меры профилактического характера, примитивные меры, которые мы сейчас проводим, нам необходимо понизить количество передвигающихся транспортов вдоль нашей республиканской трассы. Это очень важно. Это ключевой момент. Хочется еще раз. Если наши люди не понимают, придется, значит, жесткие меры принимать в отношении этих водителей. Если даже в крайних случаях передвигаетесь вниз, не сажайте в машину своих представителей семьи или кого-либо другого. Понимаете, это очень важно. Министр внутренних дел Рауль Смыр подтвердил, что количество блокпостов будет увеличиваться. Пока что они работают на проверку температуры, но в любой момент могут перекрыть движение транспорта полностью, как это сделано в Галском районе. Уже стерчить обязательно надо, потому что вы же видите, что в мире творится. Нам надо остановить движение, категорически остановить надо, значит, чтобы люди дома находились. Наши граждане должны быть послушными. Мы сейчас ведем комендантский час. За исключением пожарные, милиция, скорые, остальные, никаких движений не должно быть по городу, по республике везде. Ночное и дневное время тоже. За один день, 31 марта, из России в Абхазию въехали 170 граждан республики. Часть из них на карантине в медучреждениях, часть дома на самоизоляции. Но в Абхазии до сих пор не разработан законопроект об ответственности за нарушение карантина. А пока нет штрафов, административной или уголовной ответственности, остается лишь призывать граждан не покидать дома без крайней необходимости.